добрый вечер дорогие отцы матушки братья и сестры продолжаем с вами изучать лесницу мы на четвертой степени с вами о послушании самое по странное получение продолжаем пункт 71 от послушания рождается смирение от смирения же без страсти ибо во смирении нашим помянули господь и избавленные есть от врагов наших как говорит псалмопевец посему ничто не возбраняет сказать что от послушания рождается без страсти которым совершается смирение ну то есть завершается увенчивается смирение видите как важно послушание она приводит к без страсти то есть к духовному здравию духовному здоровью не избегай из рук того который привел тебя к господу ибо всю жизнь твою ни перед кем не должен ты имеет такого почтительного благовения как перед ним здесь конечно говорится об отце духовном о том человеке в котором мы увидели сияние вечности которому мы поверили через него веровали в евангелие и который трудился молился над нашим исправлением то есть воспитывал духовно и этот человек для нас отец духовный этот человек для нас дороже родного отца земного отца потому что он нас родил о господи блазе говорит писание два пачи единого то есть благо сыну с духовным отцем при содействии святаго духа бороться против прежних пристрастий кто без помощи наставник вступает в борьбу с духами злобы тот бывает ими умершлен помните в начале изучения лестницы мы говорили о том что как и для израильтян при выходе из страны рабства из египта землю обетованную нужен был путеводитель моисей ходатай пред богом учитель во всем воспитатель так и при выходе из страны страстей на небеса обетованы нам необходим пастырь и здесь говорится что в борьбу с духами злобы не надо вступать без наставника то есть говорится о том что каждый из нас должен иметь духовного руководителя которому мы доверяем больше чем себе у которого мы исповедуемся который дает нам советы даже помним вот оптинские старцы очень духовно опытные были но они считали что тоже нуждаются в наставнике и исповедовались друг у друга вот скажем преподобный лев оптинский преподобный макарий оптинский такие были самолитвенники сотайники и друг друга имели за духовных отцов то есть не считали что я уже достиг я уже не нуждаюсь в духовнике вновь вновь перешедшие в больницу да объявляют свои болезни а вступившие в повиновение да показуют свое смирение для первых несомненный признак их оздоровления откроется в облегчении их болезни а во вторых при умножении зазирание самих себя наподобие того как человек поступает в больницу через приемный покой проходит там он собственно объявляет с чем пожаловал что его мучает что его терзает где болит так и при вступление на духовное поприще мы должны объявлять духовному врачу все свои раны все свои язвы искривление вот а когда духовник нами занимается и мы получаем облегчение в болезни то это признак выздоровления так как и в обычной больнице для тех кто уже находится в повиновении ну вот допустим когда у нас уже в палату распределили там надо оказывать послушание конечно то есть повиноваться врачу опытному и смиряться перед ним значит слушаться исполнять разные участвовать в процедурах принимать лекарства и прочее то есть себя уменьшать в своих глазах то есть понимать что мы не совершенные люди мы не всем понимаем духовной жизни скажем а наш наставник лучше понимает и ему больше доверять то есть не гордиться не считать что мы самые умные а зазирать сами себя совесть да будет тебе зеркало твоего повиновения и сего для тебя довольна ну как мы все знаем есть у нас особое такое явление внутри нас как наша совесть и которая нас обличает которая нас угрызает если мы неправильно поступили это называется голос божий в человеке нужно слушать свою совесть нужно родить об очищении совести потому что знаете бывает человек бессовестный то есть даже совесть его не обличает и он старается некогда договориться что-то объяснить как Раскольников объяснял своей совести даже что в принципе это допустимо убийство если ради благих целей убить плохого человека вроде допустимо и он пытался не договориться но все равно обличала его совесть но кроме того еще святые говорят что совесть нужно очищать и освещать каким образом вот как преподобный серафин саровский говорит нужно постоянно читать священное писание чтобы ум как бы плавал в законе божьем то есть сама по себе совесть может потихонечку от грехов чахнуть замолкать вот а мы должны ее отрезвлять нам нужен такой строгий судья неподкупный который нас уберегает от поползновения не надо стараться совестью договориться ее чем-то подкупить напротив надо очищать повинующийся отцу в пустынном безмолви имеет только бесов с сопротивниками а находящиеся в общежитии борется вместе и с бесами и с людьми и с людьми первые будучи всегда пред глазами отца своего с большей точностью сохраняет его заповеди последние же по причине отсутствия учителя часто и нарушает он и несколько впрочем те из них которые тщательны и трудолюбивы с изобилием пополняет этот недостаток терпением досаждений и получают сугубо венцы здесь сравниваются два вида иноческого жительства так называемое скидское скидское жительство когда ну на афоне это распространено есть старец и у него есть несколько учеников небольшое совсем братство ну там три четыре пять учеников и есть общежительный монастырь тоже на афоне есть такое мы знаем много монастырей таких общежительных многочисленных там братья живут ну в таком братстве общежитии там где вот скажем кто может быть читал есть жизнеписание старца Иосифа Исихаста вот у него была маленькая община и конечно все братья живут очень такой такой в тесной обстановке каждый из них берет благословение утром на труд дневной в течение дня отчитывается о своих делах о своем состоянии берет новое послушание постоянно старец их наставляет то есть более такой индивидуальный подход скажем не индивидуальный а ну все равно что сравнить большой большой класс 40 человек и маленький такой класс кружок где 3-4 человека больше внимания уже со стороны наставника вот так же на ночное в день постоянно берут благословение постоянно на виду а все таки в общительном монастыре когда братьев много наставник не всех видит где кто трудится хозяйство большое бывает но сказано здесь по учению что вроде тяжеловато спасаться тяжелее спасаться в большом общительном монастыре но компенсируется этот недостаток тем что работая трудящиеся с братьями все таки бывают всякие неприятности их можно претерпеть перед ними можно смиряться и этим восполнять недостаток внимания со стороны духовного наставника живя в братстве всяцем хоронением будем блюсти себя ибо в пристани наполненной кораблями те и последние легко могут сокрушаться друг от друга в особенности те из них которые тайно проточены гневливостью как бы червием говорится о том что когда мы живем в общежитии среди братьев надо аккуратно очень смотреть за своими помыслами чтобы не разгневаться на кого-нибудь быть готовым на каждое слово в наш адрес сказанное можно с негодованием с прискорбием сказать простите благословите то есть знаете как бы начеку быть все время все время в молитве пребывать и это даст возможность сохранять мир даже если какое-то искушение происходит видите если самое опасное когда у нас есть гневливость гнев то в общежитительном монастыре конечно проявляется всегда и даже братья знают особо таких гневливых братьев но надо тут будет много приложить усилий чтобы избавляться но в то же время на безмолвие выходить гневливым вообще запрещается то есть гнев как раз украшается вот больше в общежитительном монастыре при правильном подходе при духовном руководстве правильном и присутствие наставника будем обучать себя крайнему молчанию и неведению ибо молчаливый муж есть сын любомудрия который всегда приобретает многий разум я думаю тоже это поучение понятно когда рядом наставник ну еще допустим братья есть то не надо много говорить этим самым мы смиряемся и считаем себя даже недостойными открыть уста и что-то говорить в присутствии почтенного человека вот что-то получать поэтому конечно при старших людях надо стараться поменьше разговаривать бывали такие случаи когда я скажем служил в одном из храмов нашей епархии и был приглашен гость из другой епархии священник и он очень много поучал разговаривал и за всю беседу которая за столом за праздничным уже после службы мне почти не удалось вставить какое-то слово он все перебивал меня и все разговаривал говорил очень много всего рассказывал ну не мог я как бы его оскорбить и сказать что замолчите дайте сказать я все-таки хотел пообщаться с людьми с которыми молились вместе но мне не удалось потом уже спустя месяц или два или три где-то мы еще встретились пересеклись я ему так уже сказал что знаете когда архиереи есть все-таки священнику надо много разговаривать получать делиться своим жизненным опытом и там своим мероприятием проведенным и прочее видел я одного послушника который прервав беседу наставника своего сам продолжал он и я отчаялся пользы от его послушания ибо видел что он приобретает от него не смирение но гордость но тут имеется ввиду послушание вот отчаялся пользы от его послушания скажем так может быть более точный перевод наверное сказать отчаялся пользы от его пребывания у старца пребывания в этом звании послушника не пользы от добродетели послушания конечно то есть за этим тоже надо всегда смотреть дорогие отцы братья что действительно бывает так что архиерея перебивает и дальше начать свое повествование ну либо в вашем случае если вы с приходом общаетесь хотите что-то донести и кто-то из прихожан вас перебивает тоже дальше начинает вести беседу получать ну смотрите сами можно потерпеть пусть он выскажется потом где-то наедине сказать либо если очень важно вам выступить то можно в общем-то сказать что он делегатно так что помолчал иногда можно конечно и пожестче прервать если это повторяется это наглость но все-таки смотреть чтобы его как апостол говорит не держите его за врага ну как брата обличайте то есть аккуратно используя и для его души конечно со всякой внимательностью осторожностью и трезвенностью должны мы рассматривать когда и как внешние служения следует предпочитать молитве ибо отнюдь не всегда должно это делать такая дилемма действительно существует в монастырях есть такое материальное служение допустим пищу готовить для всего братства там дрова колоть там за коровами ухаживать на стройке и есть собственно молитва службы и правила келейное правило и в храме бывает тоже молитвенное правило и иногда действительно говорят ну тебе необходимо сейчас все таки ехать или там идти корову доить а как же служба ну послушание высшее поставим молитвы иди положено конечно первую очередь руководитель должен с ответственностью давать такие послушания и конечно когда торжественные службы праздничные конечно надо стараться чтобы все были в храме в это время не должно суетных работ тем не менее бывают необходимые работы в частности это готовка на трапезе и некоторые действительно бывают не на службе а готовят трапезу в этот момент но если что-то от нас самих зависит то вот такие случаи надо минимизировать то есть не говорить ну мне надо там поработать служба подождет потом как-нибудь схожу на службу все таки если и случается то мы предпочитаем телесный труд в молитве по необходимости то это не должно войти в правило все таки как исключение должно быть ну на приходах наверное такое тоже может быть когда есть возможность и помолиться и надо вроде потрудиться и надо поразмыслить стоит ли отвлекаться от молитвы на самом ли деле это очень важное дело вот которое стоит того чтобы идти не на службу а исполнить это дело находясь в общежитии внимай себе и отнюдь не старайся в чем-нибудь показываться праведнее других иначе ты сделаешь два зла братья уязвишь своей ложной и притворной ревности и себе дашь повод к высокоумию был случай недавно мы на трапезе сидим после богослужения я одно из блюд попробовал горько видимо перегорчили сам продукт был горький салат из капусты и я как-то позвал повара и говорю горькая капуста вот и потом еще одного спросил человек который там сидел тоже с нами за трапезой говорю горько ж да он говорит да но я промолчал ну то есть что архиерей не смирился высказался а я я промолчал ну я говорю лучше ты сейчас промолчал все таки конечно надо это внимать себе потому что иначе действительно пока покажут что мы правильнее кого-то да вот вы не стерпели вы не смирились а я покушал и так промолчал вот конечно нужно попроще в этом плане видите как внимай себе и отнюдь старайся не старайся в чем-нибудь показываться правильнее других то есть отцы старались свои добродетели конечно скрывать не показывать на вид будь ревностен но в душе своей нисколько не высказывай сего во внешнем обращении ни видом ни словом каким-либо ни гадательным знаком сокровенной даже ревности последуй последуй не иначе как если ты уже перестал уничижать ближнего если же ты на это не воздержан то будь подобен братьям твоим и самомнение не отличайся от них опять о чем говорится о том чтобы добродетели скрывать стараться то есть душе быть ревностным на молитву на труды вот но особо вот не объявлять об этом особо этого не высказывать на показ конечно ради того что пример показать нужно конечно допустим если игумен в монастыре да он должен показать что он идет в рам но это тогда когда это общая обязанность а если это индивидуальный уже подвиг ну допустим не стоит с включенным светом там на виду если большие панорамные окна да чтобы игумен показывал что он молится всю ночь там вот это конечно не надо делать ревностно можно только это как говорится зайти в свою комнату закрыть клет свою и помолиться втайне но вот еще относительно поста кстати сказать многие спрашивают и многие неправильные ответы дают даже вот священники многие неправильно дают ответы вопрос такой если допустим в среду или в пятницу оказался где-то не у себя дома а среди гостей да они еще ну неверующие люди предложили мясо поесть ну что поесть или нет и некоторые дают неправильный ответ ну чтобы не смущать никого чтобы там не гордиться я поел мясо в среду был такой случай один святой из современных святых он 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 хотел поступить трое сергию лавру но какое-то время пришлось ему у родственников жить в сергиевом посаде и он стал так делать они не молились и вот кушали в среду пятницу и мясо и все и он с ними ел чтобы их никак не смущать вот ну ему матерь божия явилась мне это не угодно надо поститься и вот правильный ответ на такой вопрос все таки соблюдать пост или нет когда ты не дома а когда следи других надо ли выказываться старец поесть очень хорошо ответил он говорит так если это общий церковный пост идет ну мы знаем четыре поста а также среда пятница и еще есть однодневные посты то надо поститься даже когда вас позвали где-то в гости не постятся в этот день нужно поститься опять же сильно не выказывая что вот почему стол не постный сегодня пост не надо все просто среди прочих блюд взяли салатики картошечки покушали когда если спросят чего мясо не едите то можно сказать что ну хочется вот сегодня у нас среда попаститься сегодня пост церковный и опять же их не укорять что они не постятся просто сказать ну у нас пост поэтому мясо в этот день едим и пояснить можно про этот пост что он означает в среду в пятницу вот то есть я просто слышу что многие ученики дают такое ответ что по любви надо поступить надо все значит кушать что дают здесь так еще если это ваш индивидуальный пост какой-то опять же не предпочастие ну просто решили попаститься по благословению духовника и предложили вам покушать то здесь уже можно свой личный пост так вот опустить на время потом вдвойне попаститься был случай такой в отечнике написан одна община во главе со своим старцем пошли на поминки к одной вдове муж который помогал этой общине ну так благодетелям пошли и она накрыла все ну все то что по церковному уставу можно есть а они очень сильно воздерживались монахи у себя и когда пришли на поминки то она предлагает отцы вкусите а они говорят нет мы только там допустим у нас сыроедение еще что то значит пытались объявить старец говорит кушайте все что вот дают но еще раз скажу там не было нарушения общего поста а только у них просто сугубые посты были и вот они покушали вроде не очень довольный вид показали что им приходится быть не подвижниками а обычными людьми христианами и вот потом уже поблагодарили ее пошли в пустыню потом а наелись хорошо все равно потом идут отец пить хочется ну теперь потерпите уже когда нет мирян рядом в пустыне идете теперь вот раз там мы нарушили немножко свой личный пост то здесь теперь потерпеть нужно вот так что просьба правильно отвечать это вот старец поиск он четко правильно ответил а то некоторые такие люди которые говорят что зачем смущать нужно все кушать что дают там и мясо в пост кушать раз это в гостях оказался такие даже еще любят по гостям ходить в это время чтобы нарушать пост вот важно важно правильно поступать и так здесь в 82 пункте говорится о том что нужно не на показ совершать добродетели и говорится так особые подвиги даже скрытно делая только после того когда ты перестал уничижать ближнего то есть пока руководствоваться общими правилами потому что когда допустим ну скажем в монастыре то и мирян касается тоже если какие-то особые подвиги человек несет но при этом еще от осуждения ближних не исцелился то всегда это будет связано с превозношением и поэтому говорится пока по общему правилу вот в монастыре когда подъем трапеза все так вот исполняя этого достаточно не надо там игнорировать трапезы там арестовать еще на два часа раньше или там ночью вставать молиться вот даже если это скрытно но перед собой ты это не умеешь скрыть перед своей перед своим взором и это дает повод превозношения пока лучше не нести такие особые подвиги а быть в общем ритме монастыря видел я не искусного ученика который в присутствии некоторых людей хвалился добродетелями своего учителя и думая снискать себе славу от чужой пшеницы приобрел вместо этого одно бесчестие когда все сказали ему как же доброе дерево произвело бесплодную ветвь тут о чем говорится видимо ученик у него был святой наставник и он все хвалился его добродетелями один старец там находился в отечнике тоже говорится находился послушать удивительно как такое благородное дерево дало такую бесплодную ветвь то есть смирил этого ученика тем самым а ученик свалился своим учителем вот я знаете как в евангелии говорится не говорить что мы сыны Авраама то есть евреи тоже хвалились тем что у них предок Авраам а сами ему не последовали его тоже бесплодная ветвь оказалась не тогда можем мы называться терпеливыми когда мужественно переносим по руганию от отца но когда от всякого человека и презрение и уязвление переносим с терпением ибо от отца мы все сносим из почтения все сносим из почтения стыдясь и по долгу нашему то есть действительно когда у нас есть хороший духовный отец когда мы перед ним испытываем некий трепет послушание знаем его добродетели и смиряемся с почтением относимся и когда он нас в чем-то порицает мы терпим это еще как сказать это по долгу мы терпим это еще не есть такая добродетель но когда мы терпим поругание от равных от низших людей низших нас ну по чину скажем ниши не по добродетелям когда перед ними уже смиряемся и терпим их вот это уже можно назвать добродетелем был случай сейчас помню когда старец говорит ну посылает одну послушницу в монастырь в монастырь и говорит ну ты там будешь терпеть все вот если я сейчас тебя назову там мешок калом набитый ты обидишься или нет она говорит нет не обижусь он говорит если я скажу а вот если там кто-то так скажет перетерпишь она говорит ну там тяжело он говорит вот старайся от каждого претерпеть всякое бесчестье со смирением вот здесь 85 стих он конечно очень тяжело ложится на сердце обычным верующим людям и про него люди говорят это жестокое слово ведь евангелие это радость почему здесь говорится про поругание многие не воспринимают отвергают это им хочется чтобы христианство было только свет радость и не понимая того что внутри у нас как святые пишут в нашем сердце скорпионы змеи всякие гады и как раз поругание и нужно чтобы это обнаружилось и исцелилось наше сердце так вот так вот усердно пей поругание как воду жизнь от всякого человека желающего напоить тебя сим врачеством очищающим от блудной похоть ибо когда ибо тогда глубокая чистота воссияет в душе твоей и свет божий не скудеет в сердце твоем вот этот опять надо запомнить этот стих и как-то сделать его достоянием своего сначала разума потом сердца и всего существа своего вот что нам нужно для исцеления нашего то есть оскорбинки когда господь своим промыслом очень премудро устраивает нам это мы конечно злимся на человека через которого к нам это пришло ропщим на бога недовольны и еще потом мы надламываем нервную систему а затем эндокринное сердечно-сосудистый и начинает организм человека рассыпаться если он не поступает по вот этой заповеди если он не принимает разных наветов на себя даже напрасных наветов смирением и самоукорением то есть еще раз богом попущены всякие искушения по отношению к нам для нашего исцеления и вот эту энергию которая нам приходит пусть негативная мы должны направить против своих страстей а мы зачастую направляем против самого себя и так воспринимаем и из-за этого разрушается душа разрушается тело и человек приобретает разные всякие болезни начинается с нервной болезни поэтому давайте знаете у меня еще такая ассоциация вот допустим человек красноармеец борется с фашистом примерно на равных вот рукопаш сцепились кто кого ну и наш понимает что не сможет завалить его и тут видишь целиться в них другой фашист вот стреляет и тут конечно выход для нашего человека это закрыться этим фрицам и соответственно победить своего врага таким образом вот нечто подобное происходит и когда нас оскорбляют когда на нас клевещут надо это направить против своей гордости против своей похоти и как раз это самые нужные моменты для нас конечно человек старается их избегать даже увольняется из коллектива или переезжает от этих соседей которые досаждают или ну уходит от такого начальника который досаждает а напротив это все божьим промыслом устроено и вот старец Силан Афонский говорит так если принимать поругание напрасленно со смирением самоукорением то через полтора года можно стать святым человеком видите и говорит что это самое эффективное средство борьбы со страстями есть множество святых которые действительно переносили это смирением самоукорением но есть еще особый разряда святых их называют юродивы юродивы или блаженные они даже вызывали огонь на себя творили такие чудачи всякие и люди им насаждали как вот нам рассказывали отцы про Андрея Христа ради юродива вот он вот так чудил его избивали обзывали бесчестили но потом за них даже молился еще за этих своих как бы врагов и он таким образом очищал себя от гордости от тщеславия от страстей вот исподоблялся Божьей Благодать вот смотрите каким смирением самоукорением это просто удивительно помните когда стужа была в Константинополе и он стучался в дома чьи дома христианские и что кто-то принял никто не принял все выгоняли его наверное священники с ними были тоже выгоняли и он не зароптал на них он не сказал как сейчас обычно говорят что вы за христиане у вас любви нету вот нет он себя укорял потом даже он смотрит там собака лежит думает ну около нее наверное теплее все равно чем без всего потому что и одежды у него не было почти и он прилег к ней чтобы от нее хоть погреться вот она осталась у собаки и ушла и он что он опять не пороптал он говорит вот Андрей даже псы тебя гнушаются то есть он себя еще укорил в том что собака не захотела немножко поделиться теплом и вот за это он был восхищен в рай и там видел господа ангелов святых вот за это дается великая благодать но еще раз скажу вот это учение оно почти не воспринимается людьми они его отвергают хотят вот так вот по легкому спастись и не хотят ничего терпеть даже справедливые замечания не хотят терпеть а уж тем более напрасно боятся этого и избегают ну а нам с вами вот теоретически мы должны это понять усвоить что это и есть христианство как Господь сказал горе миру от соблазнов потому что есть нужда чтобы они пришли но горе человеку через которого приходит соблазн то есть если мы кого-то оскорбили нам горе а если нас оскорбили это не горе у нас есть возможность исполнить заповедь Божию от любви к врагам о терпении самоукорении о благодарении Богу за все то есть это надо воспринимать как благо как дар Божий особое действие Божьего промысла так ну на восемьдесят шестом остановимся и изучайте отцы очень буду рад и Богу благодарен если мы с вами по крохам по округам будем воспринимать вот истинное святоотеческое учение и сделаем это своим достоянием тогда у нас будет соль в наших словах когда мы будем говорить проповеди когда будем говорить индивидуальное поучение пусть на исповеди людям рассказывать как жить не то жить вот желаю Божьей помощи пастырской деятельности наших спасибо Господи за внимание за внимание